В штате Гуджарад, в Западной Индии, солнце сверкает практически круглый год. Господин Радхор – председатель правления и управляющий директор компании Сардар-Саравар Нормада-Негам-Лимитов в штате Гуджарад. Так почему же не использовать солнечные лучи для электрогенерации, чтобы усилить энергоснабжение штата и сократить его зависимость от ископаемого топлива, которое подпитывает глобальное потепление? Это одна из тех идей, которые генеральный секретарь Пан Гимон приветствует в контексте цели устойчивого развития, принятых недавно в ООН. Пан Гимон призвал все страны ограничить рост температуры на планете двумя градусами Цельсия за счет изыскания альтернативных, эффективных и экологически чистых источников энергии. Как отклик на этот призыв, в Индии создается первая в мире солнечная электростанция мощностью 10 мегаватт, которая протянулась на 3,5 километра над каналом, проходящим через город Вададара. Генеральный секретарь Пан Гимон присутствовал на ее открытии в январе 2015 года и призвал Индию увеличивать объемы солнечной электрогенерации в будущем. Директор службы канала в господин Санги знает о преимуществах солнечной энергетики. Ему приходится проявлять смекалку, чтобы ради фотоэлектрических установок не жертвовать ценными земельными угодьями. В рамках проекта используется около 35 тысяч солнечных модулей, которые генерируют 10 мегаватт электроэнергии. Большая часть этой энергии уходит на снабжение самой солнечной электростанции, которая изначально получала питание от национальной энергосети. Теперь сэкономленная энергия задешево перераспределяется на нужды местного населения. К тому же подача энергии стала бесперебойной, что было не всегда. ПАРТ, который каждую неделю занимается чисткой батареи, отмечает, что после появления этой электростанции энергоснабжение его дома улучшилось. Благодаря этому проекту ПАРТ и другие молодые люди, которые раньше были безработными, теперь могут зарабатывать 7 тысяч рупий в месяц на чистке батарей. После успеха проекта в Ададаре, правительство призывает другие Штаты внедрять у себя подобные системы. Канальная солнечная электростанция в Ададаре доказывает, что творческая мысль, политическая воля и поддержка со стороны местного населения могут поспособствовать сокращению выбросов парниковых газов и смягчить последствия изменения климата во всем мире. Репортаж подготовила Мэри Феррера для Организации Объединенных Наций. Репортаж подготовила Мэри Феррера для Организации Объединенных Наций.